всем привет дорогие друзья сегодня мы посмотрим на луну и поговорю непосредственно про луну дорогие друзья сегодня вам расскажу почему же все таки я зафиксировал свой плюс полу не классику что я собираюсь сделать дальше с данной монетой и в принципе поговорим про bitcoin и про крипто рынок в целом потому что в принципе луна classic она будет идти закрыта рынком то есть дорогие друзья если bitcoin пойдет вниз то и луна classic пойдет вниз если bitcoin пойдет наверх то и луна классик тоже себя покажет собственно что я собираюсь делать я вам сегодня расскажу дорогие друзья в целом посмотрим разумеется на эмиссию которую допечатывают в целом поговорим про неограниченную эмиссию и к чему стоит присматриваться при выборе криптовалюты поэтому оставайтесь будет очень интересно желаю всем приятного просмотра дорогие друзья и начнем мы наверное с биткоина потому что bitcoin это в принципе локомотив всего крипто рынка за биткоином движутся почти все криптовалюты и дорогие друзья в принципе нужно обращать внимание в первую очередь на bitcoin то есть смотреть куда bitcoin идет сейчас у нас bitcoin разумеется давит вниз сейчас bitcoin нас консолидируется на данных уровнях и если посмотреть на bitcoin в глобальной картине то видно что в принципе он держит восходящий тренд все равно несмотря на то что он упал несмотря на то что он здесь скорректировался но дорогие друзья он корректировался также и здесь он корректировался также и здесь поэтому дорогие друзья я полагаю что здесь переживать совершенно не нужно нужно держать свои bitcoin и я вообще начал докупать свой bitcoin и И, разумеется, ни одного своего биткоина я не зафиксировал на данных отметках. Не на данных отметках, потому что я верю в то, что биткоин будет 100 тысяч и выше. Это неизбежно. То есть я держу биткоин с ранних, разумеется, времен. И я собираюсь держать его и дальше. Потому что пока мне дают купить по дешману, то я буду покупать по дешману. И, конечно же, потом я зафиксирую это все наверху. Тот, кто не хочет нести, тот, кто не хочет ждать, тот обломается. Я не обломаюсь, потому что я покупаю, потому что я несу это все наверх. В целом, я думаю, что эта просадка вызвана искусственно. в целом я думаю что манипулятор хочет запутать хомяков что мы хомяки вышли с рынка потому что все прекрасно понимают как идет bitcoin bitcoin устремлен наверх за счет своей дефляционной структуры и он будет двигаться наверх еще долгий промежуток времени по моему мнению поэтому я в принципе располагаю свои средства так чтобы я мог докупиться и разумеется потом понести эти монеты наверх собственно я все-таки верю в будущее bitcoin я верю в то что bitcoin действительно достигнет 100000 выше поэтому я продолжаю держать свои монеты и дальше дорогие друзья собственно что по луне я могу сказать почему я фиксирую свою прибыль и сейчас потому что дорогие друзья я посмотрел на то что монеты допечатывают я в принципе сделал для себя определенный вывод то есть я буду спекулировать на монете пока это возможно то есть смотрите что я буду делать я зафиксировал почти x2 плюса потому что я усреднял потому что действительно я держу долгий промежуток времени данную монету я попал ее на самом на самом дне дорогие друзья и собственно я зафиксировал x2 то есть я в плюсе нахожусь сейчас я докуплюсь когда она вернется примерно к данным отметкам снова то есть я докуплюсь на половину того депозита который я выделял на луну classic зачем я это буду делать да просто-напросто с целью спекуляции потому что если я буду держать долгосрок не факт что она отрастет то есть какую-то часть я буду фиксировать разумеется какую-то часть накапливать долгосрок и держать уже непосредственно те монеты которые мне будут доставаться бесплатно то есть я не забираюсь рисковать своими деньгами пусть они и небольшие но тем не менее я не собираюсь ими рисковать я просто возьму из луны то что она мне сама даст то есть я полагаю что она будет колебаться разумеется в данном накопительном канале я полагаю что действительно она рано или поздно возможно и отрастет но на это тоже нужно время пока рынок дает возможность я поспекулирую к тому же данные деньги мне совершенно не жалко то есть я уже не потеряю то есть я уже зафиксировал x2 поэтому дорогие друзья если вы в убытке сидите по луне то разумеется здесь нужно что то делать здесь нужно было что-то предпринимать и здесь уже не один раз можно было заработать на самом деле поэтому я докупился поэтому я распродался на данных отметках и собираюсь докупаться снова на тех же отметках дорогие друзья поэтому тот кто разумеется сидит в луне вы можете делать то что вы хотите но я буду делать именно так собственно это мое мнение собственно я верю в то что данная луна рано или поздно отрастет но пока мне дают возможность поспекулировать я это сделаю непосредственно собственно монеты допечатывают и мне это не нравится что могу сказать по поводу разумеется неограниченной эмиссии это все шлак то есть большинство монет с неограниченной эмиссии это шлак такой шашлак как и фиат почему потому что в принципе фиат могут печатать бесконечно и за счет этого его ценность падает то есть инфляция дорогие друзья то есть это все называется словом инфляция и дорогие друзья на криптовалютах тоже есть инфляция то есть если монет очень много то разумеется цена будет падать падать и падать то есть чем больше монет тем больше разумеется людей могут позволить себе данную монету у биткоина всего 21 миллион монет потому bitcoin в принципе с дефляционной структурой и разумеется он будет расти еще долгий промежуток времени то есть те монеты у которых ограниченная миссия в будущем будут в дефиците почему потому что на них будет спрос то есть кто-то захочет себе допустим bitcoin а биткоина в продаже уже не будет потому что весь bitcoin уже сконцентрирован на умных кошельках которые в принципе держат его и не продают что могу сказать по поводу луны классика и в принципе луны новые которые создали это все шлак почему потому что у них не ограниченная миссия принципе есть также в другие монеты у которых не ограниченная миссия, в том числе и эфир, но эфир это сильный альткоин, на нем строится очень много других проектов, поэтому он живет, поэтому он набирает свою ценность. Что могу сказать по Luni Classic, то есть данный проект сейчас не развивается, то есть они ничего не делают с данным блокчейном, данная цепочка работает, то есть данную цепочку можно продвигать, разумеется, на биржах она торгуется, но тем не менее, пока они ничего не делают, они просто-напросто пока допечатывают монеты, мне это не нравится, то есть монет было меньше, и это видели все, я думаю, и я не собираюсь пока держать Данную монету в долгосрок, то есть мое мнение Поменялось, я хотел держать ее в долгую Но я смотрю на то, что монеты допечатываются И в принципе так неправильно Это делать нельзя на самом деле И я собираюсь пока просто Проспекулировать, поэтому я проспекулирую Заработаю то, что мне будет не жалко Потерять совсем и разумеется Потом с плюсом пойду наверх Поэтому я вам говорю то, что я делаю сейчас То есть я зафиксировал x2, я разумеется Коплю снова на данных отметках и постепенно Разумеется буду соединять, если мы пойдем вниз Но потом тоже на отскоке я все Зафиксирую, поэтому я буду озвучивать Это на своем канале, поэтому подписывайтесь Ставьте лайк и разумеется давайте продолжать Видеоролик дальше, собственно у биткоина Дефляционная структура, как я уже и говорил То есть у биткоина ограниченные монеты, то есть биткоин Действительно будет расти еще в долгий промежуток времени Поэтому биткоин отличная инвестиция По моему мнению, ни одного своего биткоина Я не продал, я все-таки верю в то, что Мы находимся еще в бычьем рынке и действительно Буду продолжать держать свои монеты и дальше То есть я докупался, то есть я докупал Интересные альткоины, такие как дэш И собираюсь держать их и дальше, к тому же ICP можете присмотреться тоже ICP мой тоже фаворит и я его тоже Накапливал на данные просадки, собственно Я считаю, что сейчас окно возможности Сейчас нужно докупать криптовалюту и если У вас есть прибыля, то фиксируйте разумеется Не забывайте про это, потому что если вы не фиксируете То вы и не зарабатываете Если вы пришли на этот рынок зарабатывать, то вам нужно Покупать разумеется на днище и продавать На хаях, желательно Но дорогие друзья, всегда нужно делать все плавно То есть и входить плавно и разгружаться Тоже плавно, поэтому сейчас я Продолжаю аккумулировать свою позицию Поэтому дорогие друзья, постепенно мы будем разгружаться Тогда, когда я увижу, разумеется, отработку По своим целям, а это 100 тысяч и выше И в принципе биткоин с огромным Будущим, потому что у него Дефляционная структура, повторюсь еще раз Фиат обесценивается, разумеется Монеты, у которых неограниченная эмиссия тоже будут Обесцениваться, а биткоин будет расти всегда Потому что это надежная инвестиция Также можно сказать и про дэш, у дэша тоже Ограниченное количество монет, их еще меньше чем На биткоине, дэшем легче, разумеется Расплачиваться за покупки, потому что у него Низкие комиссии, у него быстрые транзакции И в принципе рабочий блокчейн И команда разработчиков, которая по сей день Развивает свой проект, поэтому дорогие друзья На этом я хочу закончить, в принципе На сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр Всем желаю всего хорошего и всем Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok